Обо всем, что произошло за неделю в Беларуси, всего за 10 минут в новом выпуске. Все сразу приступим. Главной новостью недели стал жесткий ответ Евросоюза на угрозы и шантаж Лукашенко. А самым обсуждаемым интервью стал публичный срыв диктатора перед камерами BBC. Почему паникует нелегитимный и что ждет режим в ближайшем будущем, расскажу сразу после быстрого напоминания о том, что команда Маланки всегда рада вашей поддержке подпиской, лайками и комментариями. Причем не только на YouTube, но и во всех соцсетях, а с недавних пор также и в TikTok. Присоединяйтесь и следите за честными новостями там, где удобно. Лукашенко, похоже, доугрожался. На этой неделе сразу на двух международных площадках обсуждали белорусский политический и миграционный кризис. И результаты явно режиму не понравятся. С трибуны Европарламента прозвучали призывы к ужесточению санкций, непризнанию бывшего президента, прекращению переговоров с ним до освобождения политзаключенных и ускорению трибунала. Выступила перед евродепутатами и лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. Да с такой пламенной речью, что в финале евродепутаты аплодировали ей стоя. Примерно тоже обсуждали Демсилы и на большой конференции в Вене, где помимо упомянутого заявили и о начале подготовки нового пакета санкции. Одними разговорами дело не ограничилось. Соглашение по пятому пакету санкций ЕС по Беларуси было достигнуто. В него попадут 28 физических и юридических лиц. А ограничительные меры вступят в силу уже на следующей неделе. В то же время и НАТО, видимо, надоело слушать угрозы и обвинения нелегитимной власти Беларуси. И Североатлантический альянс решил приостановить практическое сотрудничество между НАТО и нашей страной. Причем и гражданское, и военное. Что вполне ожидаемая реакция, особенно в свете недавнего заявления начальника генштаба Беларуси о том, что вокруг страны формируется пояс недружественных государств по принципу известной американской концепции «колец анаконды». Это, кстати, цитата. Мол, вдоль чуть ли не всех границ страны разворачиваются пылевые лагеря с военными и техникой. Грозят разорвать любимую и Польшу, и Литва с Латвией, и даже дружественная ранее Украина. На чем основаны эти обвинения, кроме домыслов и запугивания беларусов внешним страшным врагом, сказать сложно. Задуматься о том, почему страны-соседки с тревогой смотрят на Беларусь, видимо, идеология не позволяет. А меж тем число агрессивных порой попыток прорваться в ЕС территории Беларуси меньше не становится. После небольшого затишья на границе мигранты сотни раз за неделю пытались штурмовать границу в разных местах. И не без подсказок белорусских силовиков меняли тактику, делая попытки прорваться в Европу небольшими группами в труднопроходимых местах. Некоторые мигранты категоричны и заявляют, что лучше останутся в Беларуси, чем вернуться на родину. Но нашлись и те, кто устал от этого квеста белорусского режима. Два самолета с нелегалами уже вернулись из Минска в Ирак. А всего около 700 человек выразили желание покинуть Беларусь и уехать домой добровольно. Но те, кто остался на границе, надежды на европейское будущее не теряют и даже провели митинг с требованием впустить их в Германию. Их содержание обходится режиму, прямо скажем, недешево. По подсчетам экспертов, каждый день проживания тысяч мигрантов на белорусско-польской границе, их обеспечение средствами гигиены, едой, а также свет, тепло и вода оцениваются почти в 30 тысяч евро ежедневно. По сведениям, потрачено уже более 12 миллионов долларов. А на днях своим визитам мигрантов под прицелом камер почтил сам виновник их злоключений. Кто-то нашел себе новый благодарный народец. Правда, довольных ситуацией на границе как не было, так и нет. Теперь на миграционный кризис и его последствия жалуются уже российские бизнесмены, у которых возникли трудности с автоперевозками из Европы. На этой неделе транспортный коллапс обернулся многокилометровой пробкой на границе. Дошло до того, что в суждение ситуации пришлось снова вмешаться Путину, который даже пообщался по этому поводу с главой Евросовета. Правда, ни к чему кардинально новому они так не пришли, Путин еще раз призвал к диалогу с Лукашенко, а также отметил контрпродуктивность санкций против него. В общем, ничего нового. Тем более, что призывы начальника Кремля меркнут на фоне заявления лидеров большой восьмерки. Они официально назвали нелегитимного главным организатором миграционного кризиса. Причем даже привели доказательства сговоры режима с международной сетью контрабандистов. А благодаря прорвавшимся и вернувшимся мигрантам уже есть и свидетели этого преступления режима. Они заявляют о пособничестве белорусских силовиков и насилии с их стороны. Как итог, еврокомиссар заявила, что Лукашенко этот бой окончательно проиграл, рассчитывая разъединить Европу и добиться своего признания. Он настроил против себя весь цивилизованный мир. То, что диктатор чувствует себя в ловушке, лучше всего было видно по одному из самых провальных интервью в жизни Лукашенко. Выспеваемый пропагандистами образ сильного лидера был похоронен в эфире BBC. Все интервью Лукашенко срывался и откровенно психовал после неудобных вопросов журналиста. Вел себя по-хамски и даже признал преступление, которое ранее называл фейками. В частности, беспрецедентное насилие силовиков по отношению к белорусам, а также участие режима в миграционном кризисе. Что интересно, Лукашенко даже озвучил условия переговоров с Тихановской. Они произойдут, как только Путин начнет диалог с Навальным. Впрочем, пресс-секретарь нелегитимного на неделе заявила, что Лукашенко и правда готов вести переговоры с представителями оппозиции, но только с теми, кто живет в Белоруссии и настроен патриотично. Интересно, с кем это? С Воскресенским? Так с ним вроде еще в СИЗО обо всем уже договорились. Что до экономики, то в преддверии санкционного декабря ситуация начала ухудшаться. Доллар и евро дорожают уже четвертый день подряд, причем американская валюта установила максимум за 4 месяца. Но Минфин продолжает делать вид, что в стране полный порядок и даже улучшил прогноз по дефициту госбюджета в этом году. Но аналитики довольно быстро доказали, что поводов для оптимизма мало. И скоро это на себе почувствуют многие белорусы, в первую очередь бюджетники. А все потому, что режим пока выручают внешние рынки и экспорт. Но в будущем году, когда заработают санкции, экспортное чудо превратится в тыкву. А значит, бюджету будет непросто справляться с финансированием образования, здравоохранения и фонда соцзащиты. Плохие прогнозы для белорусской экономики озвучил и Евразийский банк развития. Согласно им, Беларусь ждет самый низкий рост ВВП и самая высокая инфляция среди экономик исследуемых стран. А вот когда знаешь, чего ждать, это же, наверное, тоже стабильность. Выкручивается режим как может. Ну, например, из-за отсутствия других вариантов дает кредиты самому себе. Так, Госбанки дали Минобл исполком и 140 миллионов долларов под залог облигации, аукцион по продаже которых провалился из-за отсутствия заявок. С приходом зимы цены расти не перестанут. В стране вновь подорожают сигареты. А нелегитимная власть в очередной раз пересмотрит стоимость социально значимых товаров. Но это еще не все события декабря. Уже на следующей неделе обновится список тунеядцев, а также начнут собирать штрафы из тех, кто не перешел на зимнюю резину. Зато мечтать об инновациях режим не перестал. Так, на неделе стало известно, а что же такого прогрессивного запустят в Беларуси в ближайшие пять лет. В списке у чиновников оказалось аж 63 объекта. А в приоритете запуск производства быстрозарядных станций для электромобилей, завершение работ на нашумевшем аккумуляторном заводе в Бресте, а также энергонезависимый дом в Минске и производство жевательного мармелада в Славгороде. Ну и завершение строительства БелАЭС. Как же без нее? А то все как-то она нормально да не заработает. К концу пятилетки надо бы уже и осилить. Впрочем, по этому пункту инноваций проблем меньше тоже не становится. На неделе Вильнюс вручил Минску ноту протеста в ответ на планы по запуску второго блока АЭС. Литва требует приостановить работу и первого энергоблока. До тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности. Потому как на станции все время что-то ломается, а отчетов те, кто пострадает не меньше белорусов, в случае чего, так и не увидели. Как и независимая экспертная комиссия. На этой неделе до нелегитимного дошли слухи о том, что оказывается в стране есть те, кто против, понимаешь ли, референдума. Мол, я тут вам перемены, которых вы так хотели, собираюсь устроить, а вы неблагодарные, не цените и какие-то провокации готовите. Это ему кто-то, наверное, о стратегии демократических сил касаемо референдума рассказал. Бывший президент даже заявил, что это все неправда. Что он уцепился за кресло синими руками, это цитата, кстати. И он реально оценивает ситуацию и даже знает, что референдум не поддерживают и в рядах ебатик. Но к возможным провокациям все же наказал готовиться. А заодно и подписал очередной указ о противодействии экстремизму и о правилах введения чрезвычайного положения. Ну, на всякий случай. К слову, о мирной и безопасной стратегии демсил к референдуму мы не раз говорили в нашем эфире и обсуждали ее с экспертами. А на этой неделе в свежем выпуске «Что хорошего» рассказали о том, что можно делать уже сейчас против преступного плана режима. Без репрессий в отношении любимой режим прожить не может и дня. И последняя неделя не стала исключением. По госпредприятиям прокатилась волна увольнений по спискам из КГБ. Массовые чистки кадров коснулись Государственного комитета судебных экспертиз, Нацбанка, Белинвестбанка, Беларусьбанка, Коммунарки и других госпредприятий и госструктур. А вот не надо было галочку на выборах ставить не там, где дозволено в стране для жизни. Кроме того, на неделе Губопик заявил, что не согласных надо бы вообще-то лишать гражданства и даже забирать квартиры за якобы экстремизм. Так что ждем новых законов. Ну а вы думали, за чей счет дальше режим будет содержать силовиков? Слово экстремистов на неделе тоже прибавилось. Телеграм-канал и социальные сети нашей Нивы попали в этот список аккурат к юбилею. На неделе легендарной газете исполнилось 115 лет. Кстати, нашей Ниве, а также репрессированным актерам из Витебского театра посвящен новый выпуск нашего культурного проекта Маланка Арт. Его уже можно посмотреть на нашем втором канале. А также не пропустите сегодняшний стрим с экспертами и обсуждением главных событий недели и итоговый выпуск новостей регионов. Такие вот новости недели, если кратко. И пусть на следующей будет побольше хорошего.